Завершаем рабочую неделю вместе с каналом Регион 29. Автограф дня в эфире. С вами Михаил Меньшанин. Добрый вечер и смотрите сегодня. Добрый вечер и смотрите сегодня. Где находится и как работает. Сегодня советник президента Валерий Фадеев прибыл в Архангельск. Он в качестве главного эксперта группы мониторинга будет наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму. Первые его впечатления от визитов на участке, а также моменты голосования северян и первых лиц региона в материале Артемия Заварзина. Участок 71 расположился в областном доме молодежи. Есть те, кто перешагнул порог УИКа аккурат в момент открытия. Впрочем, времени сделать выбор, говорят северяне, достаточно, ведь голосование идет три дня. Гражданская обязанность. 70 лет живой я все время хожу. Если мы не пойдем в этом возрасте, то что от молодежи тогда ждать. Правильно? О правильности решения прийти на избирательный участок говорит и губернатор. Александр Цибульский, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что выбор у каждого свой, но в итоге результат будут чувствовать все. Мне кажется, это долг каждого гражданина. Если ты чувствуешь ответственность за будущее своей страны, за будущее региона, то, конечно, надо прийти и выразить свою гражданскую политическую позицию. Это очень важно для меня, как для представителя исполнительной власти. Вообще очень важно, как будет строиться взаимодействие исполнительной законодательной власти на ближайшие пять лет. От того, насколько оно будет гармонично, от того, насколько оно будет конструктивно, во многом связано и темпы, и качество развития Архангельской области. А за пришедшими на 24-й избирательный участок сегодня наблюдали не только члены комиссии, но и советник президента. Комплексы обработки избирательных бюллетеней есть в большинстве крупных участков, но даже этот формат требует подстраховки. На случай какой-то непредвиденной ситуации у нас есть стационарный урн. Но так-то вообще-то мы будем пользоваться только этим комплексом. Если вдруг что-то происходит, к примеру, урны наполнятся, у нас придет много избирателей, значит, возможно, мы воспользуемся сейф-пакетами. Интересовало Валерия Фадеева и то, какие политические партии делегировали своих наблюдателей на участок, соблюдается ли таинство голосования и какова активность в первой из трех дней. Воскресенье-то побольше будет, наверное, да? Ну, задача люди вернуться, то есть кто-то уехал на дачу. Кстати, УИКи начали работу еще 8 сентября. За неделю немало заявок от тех, кто желает голосовать на дому. Поступали заявки от избирателей по телефону. Соответственно, заявки мы оформляли в специальный реестр и договорились с избирателями, когда они будут голосовать. Либо сегодня, либо завтра, либо послезавтра, и выезжаем к ним домой. Советник президента Валерий Фадеев еще во время визита в регион год назад считал важным оценить, как в новых условиях работают и избирательные комиссии, и общественные наблюдатели. Наша мониторинговая группа, Совет по правам человека, небольшая. И наша задача, с одной стороны, посмотреть, как подготовлены избирательные комиссии, как идет голосование. И с другой стороны, ну, помогать вовремя реагировать на сообщения о нарушениях. И, ну, пока сегодня, вот на данный момент, нет сообщений о нарушениях, на которые надо реагировать. Советник президента Валерий Фадеев посетил еще несколько участков Архангельска и добавил, у каждого участника мониторинговой группы, как, впрочем, у наблюдателей и кандидатов от партий, есть доступ к системе видеонаблюдения на выборах. Делать это возможно, находясь в любой точке региона и страны. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. В Северодвинске избирательные участки также открылись в 8 утра. Всего и в городе Горобелов 83. Открытие прошло по графику. С первых минут работы уже были желающие отдать свой голос. Перед работой на свой участок зашел и глава города Игорь Скубенко. Очень важно сегодня принять правильное решение. Мы все хотим, чтобы законы были рабочие, чтобы они создавали стабильность в государстве, прежде всего. Ну и чтобы наша жизнь, она становилась все-таки лучше. У нас есть много сегодня вопросов, наказов, уже сформированных для наших будущих депутатов. Напомним, голосование будет проходить с 17 до 19 сентября. В эти дни избиратели смогут проголосовать на избирательных участках по месту жительства или по месту нахождения, если подавали соответствующие заявления. Участки будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. С 8 утра в регионе открылись 832 избирательных участков. Первый день северяне на голосовании уже успели справить свадьбы, встретить дни рождения. А в одном избирательном пункте Архангельска появился хвостатый гость. Необычный посетитель сегодня перешагнул порог Поморской филармонии. Здесь идут выборы. И собачка по кличке Эли сопровождает на них свою хозяйку Валентину. Не случайно три дня у нас голосования, для того, чтобы как можно меньше людей пересекались одновременно на участке. И сделал дело и свободен. Сходили, проголосовали поскорее. Сегодня мы формируем будущее нашей страны на следующие пять лет. И крайне важно выбрать рабочую Государственную Думу. Закрепили они свой голос командой. Всего на 63-м избирательном участке могут проголосовать больше 6 тысяч человек. Если говорить о явке, то на сейчас, на 13 часов, у нас прошло 555 человек. То есть достаточно неплохая явка. Сегодня активно шли с утра люди перед работой. В основном это был такой средний и молодой контингент. Поэтому, в принципе, неплохо. Напомним, проголосовать можно с 8 утра до 8 вечера сегодня, 18 и 19 сентября. Дарья Евграфова, Александр Богданович, Итлана Михеевская, Регион 29. Голосуют на выборах и депутаты, действующие. Так, с нетерпением визита на избирательный участок ждал депутат областного собрания Иван Новиков. И вот, наконец, он на месте. Один из первых в регионе сделал выбор в пользу своего кандидата. Условия очень удобные. В течение трех дней можно голосовать. Вот я пришел в пятницу. Считайте, у меня суббота, воскресенье свободны. Можно заняться своими делами. Поэтому приходите на избирательные участки, голосуйте, выбирайте своих кандидатов. Формируйте федеральный парламент Российской Федерации. Ну, а своим единомышленникам я передаю пять. Что ж, теперь очень ждем ответа с избирательных участков от единомышленников. Четверть всех зеленых ресурсов Северо-Запада в нашем регионе. Архангельская область по праву встречает День работников леса и чествует лучших специалистов. Именно некоторых назовет мой коллега Артемий Заварзин. Гектары, объемы площади, выполнение плана – все это на время уходит на второй план. Потому что на первом благодарности и аплодисменты за труд и верность профессии. Инженеры, мастера участков, лаборанты, водители и операторы – именно они и есть флагманы лесопромышленного комплекса региона, где сосредоточено четверть всего зеленого золота Северо-Запада. Только в рамках приоритетных инвестиционных проектов с 2008 года по 2020 год в лесопромышленный комплекс региона было вложено около 80 миллиардов рублей реальных инвестиций. Три приоритетных инвестпроекта находятся сейчас в процессе реализации. Еще три планируются к запуску. И общий объем инвестиций, которые планируются в ближайшие годы в отрасли осуществить, более 140 миллиардов рублей. И в этой истории немалая заслуга группы компании «Титан» – крупнейшего холдинга Северо-Запада России и одного из ведущих операторов леса сырья в стране. Почетными грамотами и благодарностями награждены профессионалы лесозавода-25, специалисты Пинежского и Усть-Покшинского обособленных подразделений. Аплодисменты по праву звучали в адрес мастера лесосеки Дмитрия Ряхина. В Усть-Покшинском леспромхозе он трудится с 1987 года. До этого я работал в лесопроеке три года. Потом уже переехал в Усть-Покшинском леспромхозе. Это уже практически 30 лет. Но работы на лесопроеке довольно много. Стратегическое направление деятельности холдинга «Титан» – лесозаготовка и деревообработка. Но в последнее время все больше уделяется внимание лесовосстановлению и переходу на интенсивную модель работы. Подразделения группы компании «Титан» ежегодно выполняют рубки ухода на площади более 2000 гектаров. Не остаются в стороне просветительские и социальные проекты, направленные на осознанное и бережливое отношение к лесу. Группа компании «Титан» ориентирована на самые современные технологии, на самое современное оборудование, которое позволит достичь поставленных целей. И в общем-то это будет полезно всем нам, это будет полезно и природе, это будет полезно и всем, кто живет и работает на территориях Ангельской области. Вместе со специалистами подразделений группы компании «Титан» заслуженные награды сегодня получили профессионалы единого лесопожарного центра, которые помогали коллегам в охваченной огнем Якутии, честовали и представители лесничеств, которых в регионе три десятка. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег, друзей с наступающим праздником, Днем работника леса, пожелать всем крепкого здоровья, удачи в профессиональной деятельности и всего самого хорошего. В рамках нацпроекта «Экология» в канун дня работников леса случилось техническое усиление. Центр природопользования получает новые автомобили, а единый лесопожарный центр – спецкатера, оснащенные водометом и готовые к работе на мелководье. Ожидается, что они будут направлены в Виноградовские и Верхнетоемские районы. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, регион 29. В Холмогорах появится памятник Ломоносову, бронзовый монумент установят в сквере, который собираются благоустроить. А приведение в порядок другого места Парка Победы уже завершается. До каких еще объектов на Холмогорской земле добрались нацпроекты, узнаем из репортажа моих коллег. Парк Победы пока еще не полноценная зона отдыха, но очертания комфортной среды здесь уже видны. По дизайн-проекту парк станет территорией для массовых мероприятий, занятий спортом и прогулок. Правда, работы изначально были рассчитаны на срок от 5 до 7 лет. Но к чему ждать, если и объем не колоссальный, и жители сильно хотят видеть изменения. Там постоянно сидят вечером мамочки с колясками. Дети в это время по уже устроенным дорожкам катаются на велосипедах, на самокатах. Люди, которые приезжают на автовокзал, у них тоже есть время, где подождать в таком хорошем месте. В итоге два контракта завершат 30 сентября и еще два 30 октября. Все благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета. По приезду Александра Витальевича Цибульского к нам в Холмогоры в июне месяце, Александр Витальевич дал поручение подвесным министерствам, чтобы к нам выделить дополнительные средства полностью на реализацию этого проекта в этом году. В преддверии памятной даты 300-летия Ломоносова в Холмогорах установят бронзовый памятник ученому, в сквере благоустройство которого оценено в 2,5 миллиона рублей. А на улице имени Великого земляка еще один интересный объект – ученая дорожка. Здесь, селами ТОС, центр, строится деревянная мостовая, вдоль которой появятся баннеры, рассказывающие о Ломоносове. Начались работы по именно так культурно-благоустройству в этом году. То есть запланировали, выиграли грант на 120 тысяч, закупили материалы, и вот уже месяца-полтора как занимаемся, администрация помогает во всем. Холмогорские, как и многие другие районы, не первый год участвуют в различных программах по благоустройству. Муниципалитету самому никогда бы этого не сделать, даже в малой части. Поэтому я считаю, что вот на данном этапе, когда мы рассматриваем вопрос формирования бюджета на ближайшее трехлетие, те позиции, которые касаются создания благоприятных условий на селе, в деревне, в городах, они должны быть приоритетными. Приоритетным по нацпроекту «Культура» стал капитальный ремонт культурного центра «Двина». Из бюджета всех уровней направили больше 5 миллионов рублей. Мои мысли и мечты сбылись, что теперь у нас большой центр культуры «Двина». И, конечно, то, что делается в Холмогорах, вот я говорю, ядок только радуются. По поручению губернатор выделили деньги на благоустройство территории около центра. Планируют сделать небольшую сцену и даже смонтировать фонтан. Все работы должны завершиться до конца сентября. Людмила Селиванова, Артемий Заварзин, Александр Угольников, Регион 29. Несколько секунд рекламы, а дальше узнаем, кого в Северодвинске признали народным экскурсоводом. Закажи натяжной потолок. Получи второй в подарок. Мастер потолков. 401-700. Итак, продолжаем. В Архангельске появилась первая компания по комплексной переработке строительного мусора. Предприятие расположено на территории бывшего завода в Северном округе. Общественники, экологи и представители правительства региона оценили качество производства. Переработка уже не кажется каким-то будущим. Это наше настоящее. Тем более, когда за дело взялись такие машины и люди. Перерабатывают все. Кабели, которые теперь не обжигаются старым дедовским способом, механически очищают от оплетки. Макулатуру здесь прессуют и отвозят на заводы в Вологодскую и Ярославскую области. Так же поступают и с отходами из пластика. С магазинов приходят сюда на переработку, а мы потом и отправляем все вот это вот дело. А что вы с ней здесь делаете? Прессуем, вот, прессуем, прессуем. Такие кубички, так называемые, вот такие килограммы под 380 получается. И все это дело уходит по 2 тонны, допустим, там, даже по 20 вроде, какие-то, ну, вот реферрижаторы. И потом она на переработку идет? Да, она, наверное, переработает. Основные отходы, которые здесь перерабатываются – строительный мусор, битый кирпич, старый бордюр, балки. Все это превращает в щебень трех разных фракций, который может быть использован при строительстве, благоустройстве территории. Мы создали уникальное предприятие Архангельской области, которого нет в регионе вообще. Такие предприятия есть в других регионах России, но в нашем оно единственное. Потому что даже у нас нет предприятия по демонтажу зданий, сооружений. То есть мы начинаем полностью, мы берем территорию, завод и перерабатываем там фактически все. По мнению общественников и представителей власти, производство в первую очередь позволит разгрузить полигоны и снизить количество несанкционированных свалок. Кстати, отходы на переработку здесь принимают бесплатно. Все уходит в финальную переработку, тем самым мы уменьшаем количество мусора на территории Архангельской области. Это позитивный шаг. Я знаю, что компания находится сейчас в стадии получения уже большой лицензии в Роспроводнадзоре по непосредственной переработке большего количества отходов и уже мусора. Поэтому такие инициативы мы будем поддерживать и чем больше таких будет предпринимателей, наверное, тем чище будет Архангельская область. Власти предполагают, что даже недобросовестные предприниматели предпочтут доставлять строительный мусор сюда, а не в лес. Так ближе это все же черта города и удобнее, а главное не навредит экологии. Мария Кузичева, Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29. Архангельск продолжают благоустраивать. В Октябрьском округе уже появились две рябиновые аллеи. Сегодня на них установились зеленые ограждения. Лидия Папуша побывала на месте. Рябиновая аллея на Троицком проспекте появилась в ноябре 2017 года по программе формирования комфортной городской среды. Теперь пришла пора установить здесь вот такие зеленые ограждения. Все для того, чтобы защитить еще хрупкое деревце. Мы хотим сохранить наши рябины, которые у нас высажены на рябиновой аллее. Уже прошло 4 года и мы смотрим тенденцию, что у нас часть погибает, часть просто ломает. Может быть где-то собаками, может в результате покосов, когда неаккуратно выкашивают подрядчики и нарушают у нас корову. Поэтому дерево погибает. Было принято решение их оградить. У нас выступили спонсоры Леонтьев, Евгений Геннадьевич. Приобретены были материалы закупленные. Вызвались помочь в установке защитной сетки и студенты САФУ. Это активисты ЭКО-университета. Мы делаем оградки для деревьев, чтобы они не пострадали в следующий сезон, когда начнут покос травы. Это очень важно, потому что те изменения, которые мы хотим привнести в жизнь, они зависят от каждого человека, от каждого из нас и влияют на общий исход. А как раз оградки помогут в следующих сезонах при покосе травы, чтобы кора деревьев не пострадала и деревья не погибли. Установили больше 70 оградок. Подключиться к акции мог любой желающий, что и сделала Елена Камкина. Наконец-то собрались огораживать, надо обязательно огораживать, чтобы при покосе травы не повреждали кору. Если кора повреждается, расти не погибает. Они потому и погибли, еле живые такие росли, эти рябины. Но рябины, они такие неприходливые, они от корней могут пойти, если даже они повреждены. Но все равно нежелательно. Напомним, теперь это не единственная рябиновая аллея в Архангельске. Больше ста саженцев разных сортов – это ликерные, невеженские, гранатовые – появились на Воскресенской улице. Лидия Папуш, Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. Также сегодня отмечается Всемирный день безопасности пациентов. И в Архангельской станции переливания крови дату отметили акции с призывом обратить внимание на донорство костного мозга. О том, как всего несколько миллилитров крови могут подарить кому-то надежду на жизнь, расскажет Дарья Евграфова. Всего 4 миллилитра крови, отданные здесь, могут быть спасительными для человека в любой точке страны. Держа в голове эту мысль, Артур Батурин решил потратить один день отпуска на благое дело. Донором Артур стал в 2018-м. Сдать кровь, к тому же редкую второй отрицательной группы, тогда посоветовал брат. Теперь же сам регулярно приходит на станцию. А сегодня одним из первых в области попал в реестр доноров костного мозга. У меня не убудет, а кому-то понадобится. Были нередко случаи, когда мне звонили в течение дня или вечером, приглашали. Я, конечно, с удовольствием приезжал сюда и сдавал утром либо кровь, либо плазму. Я считаю, что это полезно для организма. И, ну, еще раз повторюсь, я там какое-то даже свое удовольствие от этого процесса получаю. Кровь Артура вместе с другими донорами отправят на типирование в Кировский НИИ гематологии. Это одно из учреждений в стране, которое занимается трансплантацией костного мозга и пополнением государственного регистра доноров. Чтобы успешно состоялась трансплантация костного мозга, нужно, чтобы донор и пациент совпадали участками ДНК. Чтобы вступить в регистр, нужно определить этот участок ДНК. Соответственно, сдать кровь, заполнить анкету. Шанс найти своего генетического близнеца невелик – один на миллион человек. Поэтому нуждающимся очень сложно подобрать донора костного мозга. И как раз для этого и нужен всероссийский регистр. Если кому-то в любой точке страны понадобится пересадка, то можно оперативно подобрать донора, где бы он ни находился. Полностью обеспечивается проезд к центру, трехразовое питание, проживание в гостинице. В гостинице осуществляется какая-то культурная программа. Такого донора вводят за счет этого центра в кинотеатр или театр. Проходит дополнительное обследование на инфекции, которое передается через кровь. Если таких инфекций нет, то после этого донор привлекается к донации. Регистр доноров пополнил сегодня еще и глава регионального Минздрава Александр Гирштанский. Кстати, в этом списке он первый из руководителей здравоохранения в России. От положенного после сдачи крови выходного отказался. График не позволяет. Все хорошо. Процедура и манипуляция у меня привычная. Ничего особенного для тех людей, которые боятся, что им, например, будут свелить какую-то кость или делать какие-то уколы в кость. Я сразу объясню. То есть есть различные способы забора костного мозга. И все они, безусловно, безболезненные. На сегодня Всероссийская база доноров костного мозга включает 114 тысяч человек. Это очень маленькая цифра. Чтобы регистр полноценно заработал, нужно минимум 500 тысяч доноров. Уже тогда можно будет обеспечить трансплантацию для 50% нуждающихся. Согласитесь, 4 мл крови, чтобы подарить кому-то надежду на жизнь, это невысокая цена, которую вполне может заплатить каждый. В Северодвинске подвели итоги городского конкурса «Народный экскурсовод». Любители истории родного города соревновались между собой уже в третий раз. К участию стала подключаться и молодежь. Николай Цып о народных экскурсиях. Северодвинск начинается с 1936 года. Казалось бы, в рамках истории все было не так давно, но уже сменяются поколения, меняется город, исчезают первые постройки. Важно сохранить память и знания. Этим в городе Корабелов с энтузиазмом занимаются народные экскурсоводы. Первое, что видят люди, прибывая в город, это здание вокзала. Но так было не всегда. Этот мини-фильм под названием «Велком в Северодвинск» об основных вехах истории города победил в номинации «Видеоград». Это новая номинация в конкурсе. Авторы – коллеги по работе на Севмаше Юлия Гореева и Виктория Щекина. Соединились два хобби – катание на велосипедах и стремление узнать что-то большее и может рассказать людям. Самой насыщенной экскурсоводами номинации стала «Северодвинск. Пешеград». Интересный сценарный план и ни с чем не сравнимые истории из собственной жизни отметила жюри в экскурсии Светланы Головкиной. Она и стала победителем. В этом году у меня экскурсия была, старое фото жизни страницы. Я рассказывала о пионерии. В марте следующего года будет 85 лет, как здесь у нас на севере, первый пионерский отряд. Еще одна свежая номинация – «Северодвинск. Наукоград». Здесь победу одержала группа авторов научно-исследовательского проектно-технологического бюро «Онега». Мы для себя решили, что надо организовать такую экскурсию, сделать такой проект и возможность показывать его и школьникам, и студентам, и всем, кто пожелает узнать о связи производства и науки на острове Ягра. Отметим, что в этом году в связи с ограничительными мерами экскурсии проходили только для членов жюри, без посторонних. Экскурсии обязательно повторят для всех желающих, когда будут сняты ограничения для массовых мероприятий. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Телеблог «Северодвинск. В деталях меняется» и теперь раз в месяц авторы из города Корабелов будут говорить только о проблемах, успехах и, в общем, о жизни молодежи. «Северодвинск. Молодежка» – так называется ежемесячный спецвыпуск популярного телеблога. Первый и так вышло, что, в общем, юбилейный сотый по счету выпуск посвящен студенческим отрядам. И в них нынче не хватает братьев по бойцовке. «Я думаю, что часть людей уходит по другим организациям, так сказать. И молодые люди больше сейчас интересуются тем, чтобы просто заработать, нежели поучаствовать в спортивных, творческих или каких-то таких мероприятиях». Хотя заработать за сезон можно неплохие деньги – 50-60 тысяч. И не потратив ни копейки, ведь еда и жилье – все бесплатно. Какими студотряды были и какими они стали сегодня? Почему студентам не стоит терять время, а бежать и записываться? Обо всем подробно в телеблоге «Северодвинск. Молодежка» сразу после «Автографа дня». На этом все сегодня. Напоминаю про нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь и узнавайте новости первыми. Я же прощаюсь с вами. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!